Новое время страны. Украина. Украину глазами иностранных инвесторов. Что важно изменить? Виктор Брановицкий, кандидат экономических наук. Новое время страны. Украина. 13 июня 2019 года. Кто мы? Спекулятивный рынок или проблемные активы для иностранного инвестора Украина является исключительно спекулятивным рынком. Активное развитие рынка внутри государственного заимствования прививает такое же восприятие и для локального инвестора. Существенным минусом данной политики НБУ и Минфина для экономики является краткосрочное привлечение свободных средств инвесторов в высокодоходные инструменты вкладывания, которыми являются в первую очередь АФКС. Новая волна привлечения спекулятивного капитала в Украину начнется после полноценного запуска ClearStream. ClearStream – международная расчетно-клиринговая организация, расположенная в Европе, и дополнительно может повлиять на рост волатильности курса гривны. Почему нерезиденты обходят Украину стороной частному инвестору или инвестиционным фондом Украина была бы интересная для инвестирования, особенность позиции ее неоцененности активов, валуинвестинг, и проблемные активы, дистрессе от осетц. Но только при изменении политики собственности, открытости приватизации, продаже качественных активов КФА, а не прав требования или проблемных активов и так далее. Никакого особенного или неизвестного нам рецепта тут нет. Однако договориться о цене, взвесить все риски и реально оценить стоимость актива выходит только у локальных бизнес-групп, которые получают лучшую цену на фоне огромного предложения неликвидного бизнеса на ограниченном спросе. Вместе с тем, частные инвестиционные компании, такие как Чон Чорди Чапитал, Драгон Чапитал и другие показывают реальный пример действий, нацеленных на привлечение длинных денег в экономику Украины и формирование позитивного образа страны для инвестирования. В свою очередь, центральные органы власти, которые отвечают за эти направления в проведении институциональных реформ, все также продолжают демонстрировать свою слабость в регуляторной политике и привлечении инвестиционного капитала. Без обновления кадров это может длиться вечно. Большие надежды, которые полагались на большую приватизацию, не оправдались. Она могла бы, скорее всего, идти по-другому, если бы не было необходимости согласовывать профильный закон с крупным капиталом, и в самом законе был заложен механизм необратимости приватизации и более привилегированных условий для иностранного капитала. Несмотря на это, интерес к украинским государственным компаниям системный, но без доработки профильного закона ситуация особенно не изменится. Пришло время смягчить монетарную политику. Сдерживающая монетарная политика поддерживает восприятие Украины, как спекулятивного рынка. Так как денежная масса последние годы имеет тенденцию к существенному снижению. Ее рост не превышает 5-6%, вместе с тем инфляция находится на уровне плюс-слежь 10%. Инфляционное таргетирование сглаживает возможные инфляционные шоки. По факту, мы видим сужение реальных денег, которые должны обслуживать экономику страны. Они не могут дать толчок для реального экономического роста. Негативным следствием сдерживающей монетарной политики является ограничение кредитования и высокая стоимость денег. На данный момент НБУ удерживает учетную ставку на уровне 17,5%. Для бизнеса, это стоимость кредитного плеча в 23-27%, что является достаточно высокой стоимостью денег, которую единичный бизнес сможет себе позволить. Таким образом, реальные секторы экономики и населения не могут рассчитывать на финансирование своих инвестиционных проектов и потребительских нужд. Вместе с тем, высокая стоимость денег отображает риски. Банкам выгоднее вложить средства в инструмент НБУ и АФКС, чем заниматься кредитованием экономики и брать на себя риски невозврата по кредитам. По сути, деньги накапливаются и не работают на экономику. При стимулирующей монетарной политике экономику Украины может расти выше ожидаемых прогнозов в 2-3% и превысить 4-5% ежегодно. Эта цель должна оставаться стратегической задачей для будущего нового правительства, в свете потери суммарно более 17% экономики в течение 2014-2015 годов. Но этого можно добиться только при стабильности макроэкономической ситуации. Таким образом, пришло время изменить положение дел путем внедрения политики расширенного предложения денег для экономики, которая обеспечит более благоприятные условия развития предпринимательства, снизит стоимость денег, сместит акцент иностранных инвесторов со спекуляцией на АФКС в сторону покупки и развития бизнеса в Украине. В свою очередь, НБУ необходимо поднять планку контроля за использованием кредитных средств и качества активов. Украина сублимировала в себе характеристики страны со спекулятивным рынком для нерезидентов и дистрессия тассетс для локальных инвесторов. В таком положении дел Украина вынуждена конкурировать с такими странами, как Бангладеш, Парагвай, Гватемала, Ирак, Тунис, Иордания, Замбия, Ангола, Буркино-Фасо, Гана, Эфиапия, Шри-Ланка, Таджикистан, Танзания, Комга, Ливан за инвестиционный капитал и международное финансирование. Улучшение инвестиционного климата можно добиться только громкими и быстрыми реформами. Институциональная экосистема должна очиститься от токсичных неформальных законов, доминирующих по сей день. Самостоятельно, без политической воли высшего руководства страны, одному бизнесу и гражданскому обществу этого не сделать. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...